Здравствуйте, товарищи! Я Вероника и сегодня мы с вами вместе на золотоосенних этюдах в Измайловском парке. Я наконец-то определилась с точкой, где я сегодня буду рисовать первый этюд. Надеюсь, что успею два, а может быть даже и три. Погода сегодня благоприятствует, поэтому давайте поменьше разговоров, больше дела. Начинаем, как всегда, с композиции. Пока что просто умростая каша, которая кроме меня никому не понятна. Немножко прошлась по теням. Стараюсь без белил это делать, чтобы сохранить некоторую прозрачность и легкость в этюде, но настроение все еще я художник, я так вижу. Честно говоря, я немножко увлеклась и состояние уже совершенно изменилось. Солнце уходит, становится существенно прохладнее, чем когда я начинала, поэтому мне нужно прям ускоряться, чтобы успеть второй этюдик. В целом осталась самая прикольная часть — добавить отражение неба, само небо, и по идее работа должна прям получить свой изюм. Но да, как вы видите, свет уже вот там вот был на берегу, теперь он только на дальних деревьях. Все уже не так, но что-то я засиделась с первым отсюдом. В общем, мне не очень нравится, что на переднем плане много вот таких вот штук четких. Я их сейчас немножечко подуберу, чтобы убрать какую-то такую декоративность, чтобы это было не так навязчиво. Я все понимаю, первый план, но мне прям не нравится. Очень хотела нарисовать прозрачный такой этюдик, чтобы было побольше холста, поменьше плотной краски. Как всегда, проблема в том, что сразу же видишь, что можно было сделать лучше. Постоянный круговорот самокритики. Но, с другой стороны, я понимаю, что если ты смотришь на свою работу и не знаешь, что можно было сделать еще лучше, это не очень хороший знак. Это значит, что ты не видишь направление, куда тебе можно расти, так сказать. А пока я это вижу, можно сказать, что это больше хорошо, чем плохо. Очень долго смотрела на этот вид, а потом подняла голову, а там еще горит солнышко. Совершенно другое состояние. Не успела я вот тут поймать, красивый свет был. Было очень много бликов на воде. Я думала, что я такая умная. Сейчас допишу в одну сторону, потом развернусь просто и попишу в другую. Но не успела. Здесь были, знаете, такие... Вот была такая же темная вода, но вот эта рябь была по всей теневой части пруда. И она была такая прям ультрамариново-синяя красивая. И можно было выбрать какой-нибудь ракурс, чтобы было побольше желтенького. И с этим ультрамаринчиком в тени было бы просто сказочно по-леветановски. Но я не успела. Решение взять с собой имбирный чай было просто лучшим. Пожалуй, в нем немножко не хватает еще меда. Шумные соседи по чаепитию. Привет. Короче, когда солнце село, стало резко холодать. Поэтому я пью чай. Я бы могла успеть второй этюд. Но надо же еще найти это место. Я понимаю, что пока я сейчас буду ходить искать, станет совсем темно и холодно. И я все равно особо ничего не успею. Поэтому, к сожалению, сегодняшний улов всего лишь один этюд. Но я думаю, что до конца недели будет еще золотая осень. И я думаю, может быть, я смогу выбраться еще разок в пятницу. Это было бы отлично. Конечно же, возьму вас с собой. И, конечно же, здравствуй пост-этюдный синдром. Когда ты закончил работу и начинаешь в нее вглядываться просто в каждый мазочек, в каждый ритм, во все-во все. И анализировать бесконечно. Всем привет. Это второй день рисовального вложика. И, конечно же, я была бы не я, если бы уже не попала в какое-то приключение по поводу пути, по поводу транспорта, по поводу карт, вот этого всего. В общем, я как всегда. Сегодня я решила выбраться в Остафьево. Немножко сменила планы. Потому что я здесь после первого дня чудов оказалась случайно. И такая, все, на второй день чудов я хочу только сюда. И вот я приехала. Я знала, какой мне нужен номер автобуса, чтобы добраться от станции. Я в него села, прокатилась очень коротким кругом и вернулась к станции. Такая, странно, как будто не тот маршрут. И оказалось, что я просто поторопилась сесть в автобус и не заметила маленькую буковку К. То есть мне нужен был 898, а села я 898 К. И, собственно говоря, сделала я вот этот бесполезный круг. Потом еще довольно долгое время пришлось стоять на остановке ждать. Ну, со второй попытки, мне кажется, сейчас должно получиться. Здравствуйте, мне один, пожалуйста, входной. А партизWorkи. Я закончила уже первую зарисовку, и у меня остается 2 часа до захода солнца, поэтому нужно поторапливаться, возможно поставить себе задачу на скорость, чтобы побольше успеть. Но просто так хорошо, что-то стоишь, свисуешь, не хочется торопиться, но с другой стороны хочется побольше успеть. Только что сейчас... Утки орали. Вы их видите? Я тоже нет, но они там где-то есть. Еще хотела сказать, что я очень рада, что несмотря на то, что я протормозила, пропустила солнечные дни, все равно золото еще немножечко осталось. Конечно, надо поискать, но все равно еще очень красиво, сухо. Я очень рада, что я выбралась порисовать. Успела! По сравнению с первой зарисовкой, решила поменять тактику и начинать со светлых участков, а не с темных. Посмотрим, что из этого получится. Ну, пока, мне кажется, это правильная тактика. Определенно, начинать со светлого – это правильная мысль. Я сегодня рисую на крафтовой бумаге акварельными карандашами, простым карандашом, сепией, гелевой ручкой, короче, что под руку попадется, это называется техника. Конкретно вот этот рисунок, он чисто акварельными карандашами, и я думаю, поскольку это акварель, собственно говоря, это очень банальная и логичная мысль, что надо было начинать со светлого. Так что я довольна, что я доперла до этого. Вот сейчас дальний план немножко проработаю просветами, потому что там в деревьях есть просветы, сейчас их тут не хватает, и я прям довольна этой зарисовочкой. Мне кажется, такая она осенняя-осенняя. Наступают сумерки, поэтому надо потихонечку сворачиваться и двигаться в сторону выхода, хотя сумерки – самое, на мой взгляд, живописное время, но они пролетают очень быстро. Я боюсь, что пока я буду искать следующую точку, станет уже совсем темно, потому что территория, усадьба большая, я здесь второй раз в жизни. Много времени занимает поиск точки, наверное, я уже не успею что-то еще нарисовать, но в целом я очень сильно довольна, как прошел день. Я тут еще подумала, что почему-то я никогда на ютубе не говорила о том, что вообще-то я свои работы продаю с недавних пор. В планах сделать, конечно, какой-нибудь сайтик, но пока что все мои работы можно посмотреть либо в Телеграме, либо лучше, там более полное наличие в запрещенной соцсети на территории Российской Федерации, в Инстаграме. Вот, можете ознакомиться с наличием, там в основном живопись с маслом, вот, но планируется, видите, добавляться графика, потому что, ну, мне это тоже очень нравится, и я очень вдохновлена с сегодняшним днем, так что надеюсь, что такого будет больше. Поэтому лучший способ поддержать автора этого канала – это приобрести что-нибудь из его работ, ну, то есть из моих работ. Вот, повторюсь, все наличие актуальное в Инстаграме, запрещенном. Как всегда, жду вас в комментариях, и хочу сказать большое спасибо, что вы досматриваете видео до конца, за то, что вы со мной. Для меня это очень важно и приятно, и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok